Привет всем! Я Елена Котейникова и мы продолжаем наши репортажи о достопримечательностях города Бенедорма. Сегодня мы посетили один из лучших ресторанов города Бенедорма, он называется Царь. Сегодня я задам несколько вопросов его хозяину Альфонсу. Альфонсу, добрый вечер! Хотим узнать, кто посещает Ваш ресторан? Посещают ли русские? Это все посещают, и русские, и нерусские, и англичане. Ну, большинство, естественно, испанцы, русские и англичане. Ну, большая доля посещает русских? Да, очень большая. Как получается, 50 на 50 или меньше, больше? Ну, где-то так, 50 на 50, да. Это местные жители, гости? В основном местные жители. То есть Ваш ресторан знают, Ваш ресторан любят и ценят? Ну, надеемся. Чем Вы угощаете? Таким, чтобы Ваш ресторан любят? Ну, в основном, это все. У нас испанская кухня. То есть поэй, рис, морепродукция, рыба. Так же есть мясо, мясные блюда. И хорошая коллекция вин. Это очень интересно. Можно попасть? Вин. То есть винодри Рензуэро, Риоха и... Ри Азбайсас, белый винодри Азбайсас, Руэда. Очень. Очень нравится, скажи, русским, когда они приезжают. Русским очень нравится. Понятно. А какие у Вас фирменные блюда? Какие интересные находки, так сказать? Мы, врачи, наши специализации на морепродуктах. И мы делаем шерстлева, по-русски так сказать, шерстлева микста. Которые блюдают местных рыбаков, скажем так, которые делаются из трех видов рыб и морепродуктов. Направед, это типа наши ухи, но это не уха. Очень хорошая блюда. Ну и все. Блюда с морепродуктами. Я знаю, что у вас много больше фирменных блюд. Я сама у Вас очень часто ужинаю. Не очень много. Ну, нет, но фирменное блюдо как бы основное. А так, рис с лобстером, то есть это одно из фирменных блюд. Больше всего продается это рис с лобстером. То есть поэй с лобстером и вангустер. Очень нравится, значит. Я помню, что у Вас есть очень хорошее русское меню. Да. И оно представляет из себя очень много, очень много страниц, и наименований блюд очень интересные. Такие названия заманчивые есть. Черный рис, жареным луком и мальком кальмара. Понимаете, это же блюдо, которое мы делаем? Каракатица. Карпаччо и каракатица нагреем. Очень интересные, да, тут очень много таких выражений, которые вдруг допроизносимые. Домашние котлеты из аберийской ветчины. Очень интересное название. Ну, я пробовала сама. Мне очень нравится, очень вкусно. Погладываю. Вот. Что у Вас есть вид лисерто для детей? Что-то может быть такое, что Вы попробовали? Ну, лисерто мы в основном делаем торты, то есть шоколадные торты, я тебе все очень нравится, а потом сырные торты, чизкейки, как все говорят, русские и англичане говорят это чизкейки, потом керамису, все это домашнее. Ну, и классно. Что-то именно так сделаете? Ну, конечно, у некоторых делают чизкейки вкуснее. Ну, у Вас домашнее? Ну, на домашнее это, да. Потому что ресторан, вообще-то, это семейный ресторан? Когда, как, в зависимости, какой торт делают, такой ест. Разнообразно. Делают Наполеон, делают Медовик, местным жителям, местным пасторам все знают. А что у Вас можно заказать? Заказать заранее, если есть такого, что даст? А заказать у нас в сторону? Ну, например, какие деликатуры, такое, что-то такое, с чего, в принципе, очень сложно попробовать? И по всему миру, или по всему миру? Ну, это же на рыбе, то есть на рыбных продуктах, то есть кому-то нравится какая-то, ну, странная рыба, я буду заказать, в принципе, не могу все тревести. Ну, скажите, например, свежая устрица? Свежая устрица – это, в принципе, это обыденно, то есть... У вас это есть? Есть, всегда есть, допустим, потом можно заказать камбол, можно заказать, я не знаю, как русло назвать. Бесуга, допустим, на соли можно заказать, лангоста, то есть лангоста можно заказать как с севера Испании, так с Марокко, так с Франции. В принципе, разница будет только в цене. В принципе, это все равно и то же. А мясное или мясо что-нибудь? Ну, мясное, стейки, потом молочный ягненок и молочная телятина. То есть, да, и над соусом и без соуса будет вам понравиться. А у вас можно провалить праздники, дни рожки? Ну, в принципе, можно, мы вместе, места немного, но, в принципе, если не большие праздники, мы пройти сюда можно. Ну, это очень удобное место в центре города Бенедорн, в самом-самом оживленном месте, и найти вас очень люблю. Да. В самом хорошем месте. Ну, это очень хорошо, что мы знаем, что у нас здесь в городе Бенедорн такой замечательный ресторан. Всем нам очень нравится, всем нашим друзьям, гостям, кого-то мы сюда не владеем, всегда очень довольны. А сюда входим и все наши материалы. Так что, спасибо за то, что вы тут существуете, работаете. Будем дальше ходить, спитаться к вам. И один нюансный вопрос. Почему ресторан называется «Саль»? Ну, коротко и ясно. Коротко и ясно, по-русски. Просто «Саль», просто «Саль». Спасибо, Альфонсу, за приятное сопровождение и вкусный ужин и объект. Альфонсу предоставляет нам возможность познакомиться с выбором вин, которые есть в ресторане. Да, с пяти вином можно попробовать здесь. В принципе, довольно неплохие испанские вин. Одни из лучших, насколько я слышала. Альфонсу, как всегда, скромничает. Ресторан действительно представляет очень вкусные напитки. Поэтому все русские предпочитают этот ресторан многим из бенедоров. Почему вкусные не только бенедоры, но и закусы. И у вас еще. Альфонсу не больше, потому и не вторник. Убиловы из бенедорсический арен? Продолжение следует...